всем привет меня зовут елена галант и я рада вас приветствовать на своем канале сейчас как вы знаете все больше и больше онлайн магазинов объявляют о начале сезонных скидок еще буквально совсем чуть-чуть и мы с вами окажемся в сезоне больших-больших онлайн-цейлов связи с этим я получила большое количество запросов от вас снять видео о том как совершать грамотную онлайн-шоппинг для того чтобы не покупать ничего лишнего но при этом не пропустить что-то ценное и интересное я как фэшн-блогер являюсь фанатом онлайн-шоппинга но я ни в коем случае не утверждаю что онлайн-шоппинг это лучше чем оффлайн-шоппинг одно другому не противоречит особенно если вы живете в большом мегаполисе у вас есть возможность купить любой из любимых брендов по любой цене это одно дело но если вы живете в небольшом городе и единственная возможность купить любимый бренд по приятной цене это достать его онлайн поэтому давайте сразу договоримся о том что мы не ставим противоречия между двумя видами шоппинга в каждом из них есть свои плюсы и минусы мы сейчас с вами будем говорить только об онлайн-шоппинге и так номер один давайте вот сразу с вами договоримся что важно обсудить один очень важный момент если вы грешны тем фактом что покупаете вещи которые потом не носите которые потом по полгода висят у вас в шкафу с не обрезанными бирками то задайте себе вопрос почему так происходит я хочу чтобы вы вот прямо сейчас просмотрев это видео достали все эти вещи которые вы называете неудачными покупками разложили их на кровати и подумали почему вы их не носите возможно ситуацию очень легко можно исправить ну например если вы купили мини платье и померив его дома поняли что она слишком короткая попробуйте его надеть брюками это супер тренд носить платье плюс брюки или вы купили блузку и она вам не нравится посмотрите подумайте что именно вам в ней не нравится возможно есть выход из ситуации например вы можете срезать все пуговицы взять одну пуговичку для того чтобы определить размеры пойти с ней магазин ткани в отдел фурнитуры подобрать дорогие качественные пуговицы и пришить их к вашей блузке возможно это и будет второй шанс который вы подарите своим вещам или например вы купили блузку тунику которая слишком объемная которая вас полнит попробуйте надеть сверху трендовый корсет пояс и тем самым исправить ситуацию обозначив вашу красивую тонкую талию в общем я хочу чтобы вы подумали как можно спасти те вещи которые уже лежат у вас шкафу и которые у вас не радует возможно вам и не нужен будет онлайн-шоппинг возможно у вас всего достаточно есть в шкафу или возможно вы купили вещь слишком смелую слишком яркую и не знаете как ее носить и с чем комбинировать сейчас слава богу на ютюбе есть огромное количество обучающих видео как миксовать принты как носить яркие цвета поэтому дайте своим вещам второй шанс разложите их и посмотрите возможно какие-то интересные яркие неожиданные сочетания вам придут в голову еще один мой совет вам не бойтесь экспериментировать я вообще считаю что не бывает стилистических ошибок единственная ошибка стилистическая это не по месту подобранный образ ну например вы пришли устраиваться на работу в финансовую структуру в облегающем платье с декольте в мини и так далее и так далее хотя возможно вы пришли в это финансовое учреждение с другими целями в общем подумайте над этой темы а мы с вами идем дальше пункт номер 2 знайте свое тело изучайте свою фигуру пускай вы точно не знаете как по-научному называется ваш тип фигуры яблоко прямоугольник груша это все неважно главное что вы знаете что у вас красивая осиная талия и слегка полноватый низ а значит вам идут платье с акцентом на талии возможно даже с открытыми плечами и с мягким струящимся низом прикрывающим ваши формы или наоборот у вас тонкие красивые длинные ножки и тогда платье короткое платье а силуэта будет идеальный выбор для вас и четко держите вот этот вот стилистический коридор у себя в голове и когда вы открываете ноутбук и начинаете гулять по магазинам подбирать себе платье строго держите себя в рамках знаете что вам идут вот такие вот силуэты и не идут другие силуэты все модели в онлайн магазинах обладают идеальными божественными формами и когда мы смотрим на них нам хочется не просто это платье нам хочется стать этой девушкой поэтому держите себя в рамках и всегда контролируйте что сейчас происходит вы хотите стать такой же красивой как эта модель или вы хотите это платье и еще один момент который я хочу проговорить вот прямо здесь и прямо сейчас я наблюдаю что слишком много девушек в последнее время слишком критично относятся к своей фигуре я слышу заявление о том что у меня нет талии я слишком полненько я смотрю на девушку вижу красивое тело в красивой форме поэтому не будьте слишком строги к себе любите свое тело и она вам ответит взаимностью возможно вам идут просто все фасоны и все модели платьев подумайте над этим идем дальше пункт номер три любой грамотный шопинг начинается с ревизии вашего гардероба что это значит достаньте все вещи из шкафа разложите их на кровати посмотрите еще раз чего у вас слишком много например вы фанат покупок базового гардероба и у вас уже восемь белых рубашек и четыре пары черных брюк подумайте чего вам на самом деле действительно не хватает в этом смысле очень поможет введение небольшого дневника например когда утром вы одеваетесь и составляете аутфит записывайте какие именно вещи вам все чаще и чаще приходит в голову что не хватает вашем гардеробе и записывайте их и следующий раз когда вы идете на шопинг составляете так называемый шопинг лист то есть список покупок и держитесь строго в рамках этого списка ну например вы несколько раз одеваетесь и наталкиваетесь на то что вы не можете закончить аутфит из-за того что вам не хватает например базовой бежевой сумки и в этот момент вы ловите себя на мысли о том что да не хватает базовые сумки бежевой записываете себе в заметки в айфоне и тут же задаете себе вопрос а какая именно эта сумка должна быть вы составляли образы на работу или вы составляли образы для вечернего выхода с друзьями и тут же запишите большая удобная сумка для работы или маленькая crossbody для выхода в кафе и так видите шопинг листы той списке покупок это очень полезный навык четвертый пункт я назвала база против трендов я неоднократно слышала многих стилистов о том что базовый гардероб должен составлять 70 возможно даже 80 процентов вашего гардероба могу с этим поспорить потому что все зависит от вашего образа жизни все зависит от ваших стилистических привычек если вы приверженец нейтрального стиля выходите на работу в офис где пять дней в неделю вам нужно выглядеть минималистично просто профессионально то конечно же да но если вы любитель экстравагантного стиля и вы готовы и хотите привлекать на себя взгляды то тогда база вашего гардероба будет составлять порядка 40 процентов не больше как допустим в моем случае кстати я оставляю ссылку на свое видео о своем необычном базовом гардеробе в описании к этому видео и так готовой формулы я считаю что не существует сколько должно быть базы в вашем гардеробе сколько должно быть необычных ярких трендовых вещей но одно я знаю точно трендовые вещи нужно покупать у недорогих масс-маркет брендах возможно даже у китайцев а базовые вещи тут нельзя экономить покупайте их у максимально люксовых дорогих брендов которые вы можете себе позволить у тех брендов которые используют только дорогие натуральные материалы будь то шелк катон лен летом или хороший кашемир или шерсть зимой и тут же хочу еще обсудить с вами маленький момент многие блогеры путают такое понятие как инстаграмовские тренды и настоящие модные тенденции так вот я не имею ничего против модных тенденций это игра которую нам предлагают дизайнеры и в которую мы с удовольствием с вами играем но инстаграмовские тренды это нечто другое не как спички ярко зажигаются и точно также быстро потухают ну например всеми любимые инстаграмерами тренд колготки в сетку под дырявые джинсы нет нет и еще раз нет конечно же в одно время все блогеры накинулись на этот тренд все поиграли с ним а потом забросили и вы должны бояться таких трендов и прекрасно понимать что одно дело сделать красивую фотографию для инстаграма другое дело потратить эти деньги забросить эти вещи в свой шкаф и потом их не надевать поэтому мой вывод бойтесь инстаграмовских трендов но помните о том что модные настоящие тенденции такое что во что стоит поиграть пункт номер 5 и мы с вами переходим к более технической информации очень важный совет изучайте внимательно все фотографии все ракурсы которые есть на онлайн магазине я не совершила еще ни одной покупки прежде чем не потратила 10 а то и 15 минут на то чтобы рассмотреть эту вещь детально во всех ракурсах и особенно если на сайте есть видео то это значительно облегчает вам задачу если мы с вами говорим про недорогие китайские вещи то уж тем более потратьте максимальное количество времени на то чтобы внимательно рассмотреть все детали желаемой вещи и еще один маленький совет читайте отзывы других покупателей на многих онлайн магазинах таких как shopbob revolve есть небольшой раздел где люди которые уже купили эту вещь могут оставить свои отзывы это очень важный момент и кстати опять же не ленитесь оставлять самостоятельно эти отзывы это очень поможет другим девочкам совершить правильную покупку у китайцев есть возможность загрузить фотографию с вещью надетой на одном из покупателей это тоже очень крутая опция нет ничего лучше чем увидеть как будет вещь смотреться на живом реальном человеке а не на модели но тоже не верьте слишком сильно этим фотографиям потому что они сделаны зачастую при плохом освещении и уж верить цветопередаче данным фотографиям не приходится совет номер 6 я думаю вы уже слышали его неоднократно но я еще раз его повторю если вы не можете вот прям сходу придумать как минимум три аутфита с этой вещи то скорее всего дальше вы ее и не будете носить поэтому сразу когда желаете купить вещь думайте какие именно аутфиты можно с ней сложить и как она впишется в ваш существующий гардероб и так правило трех аутфитов запомните и мой следующий совет ждать или не ждать больших скидок как часто бывало что допустим вы хотите купить сумку и думаете 20 процентов скидки но наверное это недостаточно хорошо я немного подожду пока скидки не станут большими и куплю через недельку ее мой личный опыт показывает что чем ближе вещь к пониманию базового гардероба тем меньше шансов что она доживет до конца скидок и чем более неординарная необычная вещь тем больше шансов что она доживет до больших скидок 70 80 процентов например если вы хотите купить черную сумку то скорее всего больше чем 20-30 максимум 40 процентов онлайн вы не дождетесь на нее но если вы хотите купить ярко синюю сумку или полосатую сумку то есть шансы что можно подождать немного и дождаться пока скидки в этом онлайн магазине не достигнут 70 процентов совет номер восемь размерность не покупайте вещи не своего размера я знаю что это звучит немного банально но сейчас я объясню почему я об этом говорю я знаю многие девочки любят покупать вещи меньшего размера с надеждой на то что это станет некой мотивации похудеть нет давайте лучше придумывать себе другие мотивации потому что мотивация то что у нас в голове не обязательно для этого придумывать вещи и тратить на это деньги а вот что стоит делать это покупать вещи своего размера которую вы сможете носить уже сейчас, уже сегодня. И если вы сомневаетесь и не можете выбрать между двумя размерами, выбирайте тот размер, который немного больше. Потому что всегда можно найти швю, которая вам легко и быстро посадит, изделие по вашей фигуре, чем потом расшивать вещь и думать, как же ее увеличить. Пункт 9. Сезонность. Именно внесезонные вещи можно купить с максимальной скидкой. Например, самое правильное время для того, чтобы купить себе шубу, это лето. Если мы говорим о покупке базового гардероба, то есть вещей, которые не трендовые, которые будут составлять грамотную базу вашего гардероба, то самое правильное время покупать их — это вне сезона. Десятый пункт. Импульсивные покупки. Я давно с вами хотела обсудить эту тему, это очень важная тема. И я категорически против общественного мнения о том, что импульсивные покупки — это зло. Дело в том, что нужно различать импульсивные покупки и интуитивные покупки. Мы, женщины, интуитивные существа, и зачастую мы разумом еще не понимаем, что нам нужно купить, но наша интуиция и подсознание уже четко сформулировало, что нам надо купить. Поэтому не пугайтесь и не бойтесь своей интуиции, своих импульсивных покупок. Возможно, в этом есть доля разума. Ну, например, вы много меряете вещей дома и пока еще не осознаете, но уже чувствуете, что вам не хватает базового серого свитера. Ну, например, да? И в следующий раз, когда вы идете в магазин, ваша рука тянется к серому свитеру. Это не значит, что это импульсивная какая-то покупка, и она не имеет логического объяснения. Возможно, это ваша интуиция вам подсказывает, что вам нужно сделать эту покупку. Поэтому импульсивные покупки и интуитивные покупки — это разная вещь, давайте с этим определимся. Как же протестировать, это импульсивная покупка или она имеет логическое объяснение, и это наша интуиция нам подсказывает. Очень легко просто дать себе немного времени. Не покупайте вещь вот прямо сейчас, как только вы ее заметили. Если мы говорим про онлайн-шоппинг, вы всегда можете забросить эту вещь в корзину, пойти сделать себе кофе, посмотреть любимый сериал, одну серию, и подумать еще раз, действительно ли вам нужна эта вещь. В большинстве магазинов, пока вещь лежит в вашей корзине, она за вами забронирована. То есть ничего страшного не происходит, вы ее не потеряете. То же самое в офлайн-магазине. Вы можете попросить продавца отложить эту вещь на час, на два, пойти погулять, выпить чашечку кофе с подругами, еще раз подумать, поразмысливать, нужна ли вам эта вещь, и только после этого вернуться в магазин и совершить покупку. Поэтому не путаем импульсивные и интуитивные покупки. Импульсивные покупки действительно зачастую бывают плохо, а интуитивные покупки — это хорошо. Пункт номер 11. Не бойтесь делать возвраты. Все очень просто. Когда вы получаете коробку, открываете ее, сразу меряете вещи, ни в коем случае не срезайте бирки. И если вы решили, что вещь вам не подходит, ищите внутри коробки возвратный лист. Это обычный лист, на котором распечатан список вещей, которые вы получили, и напротив них свободная графа, где вы вписываете причину возврата. Вы все запаковываете точно так же, как вы получили, и высылаете обратно в магазин точно таким же способом, как вы получили эти вещи. После того, как головной офис получит вашу коробку и оформит возврат, то есть проверит, что вы вещи не носили, что все на своих местах, все бирки на своих местах, вы получите деньги обратно на свою карточку. В этом нет ничего страшного. Я знаю девчонок, которые просто закупаются огромными коробками, дома спокойно это все меряют, и потом большую часть вещей возвращают после того, как померив, убедившись, какой именно размер и какая посадка им больше всего нравится. Некоторые магазины дают даже до 90 дней возможность возврата. Просто перед тем, как оформлять возврат, и даже перед тем, как совершить покупку, прочитайте условия возврата и уточните, сколько именно у вас есть времени, прежде чем вы примете решение о возврате. И последний мой совет. Ходите на шопинг счастливыми. Я знаю, многие используют шопинг как терапию от плохого настроения, от депрессии. В этом нет ничего плохого. Это тоже как некий способ развлечься, поднять себе настроение. Но просто тогда не злитесь и не ругайте себя за бездумные покупки. А если вы хотите покупать только те вещи, которые потом будете носить, тогда не ходите на шопинг в плохом настроении. Если вы поссорились с мужем, не идите к ноутбуку для того, чтобы совершить покупку. Лучше посмотрите свой любимый фильм, или пойдите с ребенком прогуляйтесь в парке, или просто послушайте хорошую музыку. Но не используйте шопинг как терапию для того, чтобы снять напряжение, снять стресс. Ну и опять же, если вы все-таки это делаете, то не ругайте себя потом. Осознанно относитесь к своим желаниям, и не ругайте себя за ошибки, потому что по сути это не ошибки. Все, это было мое видео, где я рассказала вам про свои 12 лайфхаков, как совершать грамотный онлайн-шопинг. Надеюсь, я была вам полезна. Надеюсь, эти советы были для вас ценными. Я, кстати, вот буквально вчера совершила уже несколько онлайн-покупок, для того, чтобы отпраздновать начало большого сейла на Net-a-Porter, на Asos и у местных хедмейдеров. Кстати, об этом я тоже буду рассказывать. Так что ждите в ближайшее время несколько интересных видео о моих летних покупках на сейлах. А я оставляю в инфобоксе ссылки на 10 своих самых любимых онлайн-магазинов, которыми я постоянно пользуюсь, и из которых состоит, наверное, не знаю, 90% моего гардероба. Так что обязательно открывайте инфобокс и смотрите, что я там для вас приготовила. Спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки этому видео, если оно вам понравилось. Всем солнечного дня и хорошего настроения!